Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена и развиваем мышление инвесторов. Сегодня хотелось бы поговорить на тему, что делать с евро. Курс 60, срочно надо покупать. Я поделюсь собственным мнением, что я вижу в настоящий момент и стоит ли сейчас оперировать евро, покупать, может быть, наличные в форме, то есть от официального курса он отходится. Покупаем подороже, но стоит ли это делать? Мы неоднократно говорили, что экономика циклична. Существует четыре фазы в экономике. Есть фаза охлаждения, есть фаза экономического нокдауна. И отличие фазы охлаждения от экономического нокдауна характеризуется тем, что в фазе охлаждения центральный банк переходит к ужесточению денежно-кредитной политики, а когда кризис уже произошел, когда экономика падает, ВВП снижается, то центральные банки переходят к стимулирующим мерам, снижают процентные ставки, начинают печатать деньги. Почему я про это говорю? Потому что, когда мы говорим про евро, нужно понимать, что в вопросе инвестиций в евро есть две составляющие. Первая составляющая – это некий хедж, защита ваших валютных сбережений, то есть средства, которые переведены в иностранную юрисдикцию. Если вы находитесь на территории России, у вас очень высокие инфраструктурные риски, или вы вообще не находитесь на территории России, инвестируете в евро, как некую альтернативу доллара, то в этом случае нам важен паритет, что происходит с долларом, что происходит с евро. На острие монетарной политики мировой находится Федеральная резервная система ФРС США. Экономика Соединенных Штатов Америки находится в фазе охлаждения, и центральный банк перешел к ужесточению денежно-кредитной политики. Очень активно, агрессивно повышают процентную ставку, пытаются сдержать инфляцию, по 0,75% практически на каждом заседании происходит повышение процентной ставки, сокращают активы на балансе. Это приводит к тому, что доллар растет, и доллар растет по отношению к евро. И это будет продолжаться до тех пор, пока Центральный банк Европы, Европейский Центробанк, тоже не перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики. То есть, когда он скажет, ребят, инфляция для нас важна, мы будем с инфляцией бороться, и начнет ужесточать. Европейский Центробанк уже перешел к политике ужесточения, но там до темпов ФРС США очень и очень далеко. То есть, они очень плавно, не агрессивно повышают процентную ставку. При этом, если понимать, что сейчас происходит с экономикой еврозоны, можно посмотреть на Банк Англии. Потому что исторически, как это происходит, первым действует Федеральная резервная система, вторыми действует Банк Англии, третьими действует Европейский Центробанк, то есть, по всей зоне евро. И поэтому, если мы хотим понять, каким же образом себя будет вести Европейский Центробанк, нам нужно посмотреть, каким образом ведет себя Банк Англии. Лаг в монетарной политике между Федеральной резервной системой США и Банком Англии составляет порядка 3-6 месяцев, и еще 3-6 месяцев лаг составляет, глядя на Банк Англии, примерно то же самое начинает делать Европейский Центробанк. Почему я про это говорю? Потому что здесь важно, что мы, по сути, получаем. Почему евро пришел к паритету с долларом практически один к одному? Потому что процентные ставки в Америке выросли, печатать деньги в Америке перестали, и это привело к тому, что доллар стал надежной валютой. Ставки в нем высокие, дополнительно доллары не печатают, а наоборот, изымают долларовую ликвидность из финансовой системы, и поэтому всем понадобились доллары. А процентные ставки в Европе еще низкие. Да, их повышают, но она не составляет столько же, сколько в Америке. И поэтому, получается, евро продают, евро можно занять под более низкий процент, эти евро сконвертировать в доллары, и доллары разместить в казначейских облигациях США под более высокий процент. Евро начинает слабеть. И тогда важно понимать, что обратно евро будет укрепляться, обратно евро будет расти по отношению к доллару, я сейчас говорю, для глобальных инвесторов. Только в том случае, когда процентные ставки в Европе хотя бы сравняются с американскими или будут выше. И тогда у нас возникает вопрос. Давайте спрогнозируем, каким образом ведет себя Банк Англии, потому что в зависимости от того, как ведет себя Банк Англии, точно так же будет себя вести Европейский Центробанк. А Банк Англии вел себя очень интересно. Да, они пошли на ужесточение денежно-кредитной политики. Да, они начали повышать процентную ставку. Но это было 3-4 дня. Через 3-4 дня при правительстве Листрас, что произошло? Произошел рост доходности облигаций, так называемых государственных облигаций Англии, которые находились на балансе пенсионных фондов. И находились с плечом в репо. И все эти облигации начали очень сильно падать в цене. Через 3-4 дня Банк Англии вышел на рынок, включил печатный станок и скупил все эти упавшие в цене облигации. И фонд стабилизировался. Поэтому нужно понимать, что Европейский Центробанк прекрасно это понимает, Европейский Центробанк прекрасно это осознает и занимает такую мягкую позицию. Несмотря на то, что инфляция очень высокая, процентные ставки находятся на низких значениях. И, скорее всего, Европейский Центробанк не сможет ужесточить денежно-кредитную политику точно так же, как Федеральная резервная система США. И тогда у нас есть два варианта, если вы делаете ставку на евро. Или вы должны понимать, что Федрезерв перестала ужесточать денежно-кредитную политику и заговорила о ее смягчении. Или Европейский Центробанк все-таки будет повышать процентную ставку, и тогда это проведет к росту евро. Пока, на перспективу трех месяцев, я не вижу того обстоятельства, что ЕЦБ пойдет на такой риск, на значительное ужесточение денежно-кредитной политики. И поэтому, скорее всего, по-прежнему доллар будет чувствовать себя глобально более стабильно по отношению к евро. Поэтому, резюмируя, можно сказать, что для российского инвестора находиться в евро нет никакого смысла. Есть инфраструктурные риски, и наличные евро нужны исключительно для того, чтобы их потратить где-нибудь в еврозоне, если есть еще шенгенская виза. Но, опять-таки, учитывая глобальную историю, в следующие три месяца, я думаю, имеет смысл спокойно находиться в долларах, эти доллары сконвертировать в наличной форме непосредственно в еврозоне или в какой-нибудь транзитной зоне. Потому что я знаю, что многие люди сталкиваются с тем, что с российским паспортом доллары на евро обменять в Европе нельзя. Но обычно в Европу прямых перелетов нет, и летим через транзитные зоны, через Эмираты, через Турцию. В этом случае в транзитных зонах, да, в аэропортах меняйте доллары на евро, и это будет, наверное, оптимальный вариант. Соответственно, риски достаточно высокие, и здесь нет разумного консервативного инструментария, который бы позволил припарковать евро. Кроме, опять-таки, акций европейских компаний, а здесь возникает выходящая уже из этого новая история. У меня нет облигаций консервативных инструментов, которые защитят мои евро от инфляции, евровой. Тогда я вынужден покупать акции европейских компаний. Если я покупаю акции европейских компаний, то в этом случае я понимаю и осознаю, цены на энергоресурсы высокие, электричество дорогое, цены на газ высокие, цены на бензин высокие, рентабельность европейских компаний падает, ждать от них каких-либо значительных дивидендов не приходится, если только это не какие-то глобальные корпорации, у которых выручка в долларах. И в этом случае у меня высокие риски. Поэтому вот такое мое видение, потому что происходит с евро. Я лично евро не держу, если наличные валюты, то это доллары. Пока, пока. И физическое золото. Ну а, соответственно, большую глобальную историю я вам непосредственно рассказал, и я не вижу причину в ближайшие три месяца покупать евро. Но о том, что делать дальше в последующих видео. Поэтому, если интересно, что будет через три месяца, куда инвестировать, что произойдет с евро, изменится ли ситуация, вы сможете узнать о следующих видео. Поэтому призываю подписаться на канал и щелкнуть колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.